О том, что в померике Трубиш в районе улицы Солнечной ситуация не совсем экологична, мы узнали из социальных сетей. Рязанец выложил в один из городских пабликов фото, где он восседает на диване в куче мусора и видео. До того, как мужчина обратил внимание на этот участок, пропортовый проезд, именно так называется улица, на которой мы находимся, мало кто даже слышал. Между тем, это часть города, которая находится не так далеко от центра. Чтобы попасть в эпицентр свалки, мы съехали с улицы Коширина. Она находится прямо за моей спиной. Не проехав из 100 метров, мы оказались по колено в грязи. Все, что мы здесь видим, находится в черте города между улицей Солнечная и Северной окружной дорогой. Дорога протяженностью чуть больше двух километров утопает в грязи. Скажем, оператор, едва ступив из машины на землю, увяз по щиколотку. По обочинам вдоль дороги на протяжении сотни метров свален строительный мусор и бытовые отходы. Довольно крупная и, очевидно, несанкционированная свалка образовалась прямо в пойме реки Трубиш. Мусор и хлам копятся здесь явно не один месяц. Подобное отношение к пойме водоема, который некогда был градообразующим, неприемлемо, будь речка в черте города или где-то еще. Напомним, что Трубиш впадает в Аку, вода из которой, в свою очередь, попадает в наши дома. По берегам рек водоохранной зоны. Водоохранная зона не должна быть ничем захламлена. Выбрасывают и отходы химические какие-то. Мы же используем бытовую химию. Это и разные лампочки, это еще что-то. То есть, вот набор того, что там находится, очень и очень разнообразный. Все это смывается в реку, загрязняет и, естественно, приносит большой вред окружающей среде. В Междуречи, Трубеже и Лыбиде на высоком холме естественного происхождения находится Рязанский Кремль – древний исторический центр города Рязани. Трубеж – это, возможно, в нашем случае, в Рязанском, это, возможно, старое русло реки Старица. То бишь, когда-то давным-давно, полторы-две тысячи лет, может, даже больше, АК протекал прямо под стенами нашего города. Отсюда осталось ее старое русло, которое, возможно, назвали Трубежем. Лыбидь берет начало из Рюмина пруда, впадает в реку Трубеж, приток Аки. Протяженность – несколько километров. В настоящее время большая часть течения реки находится в подземных коллекторах. На поверхности находится небольшой участок вблизи у истока и впадения в Трубеж. Но и эти небольшие участки в запущенном состоянии. Все приволжские города берут половину своей красоты как раз рекой, протекающей через город. Возьмем тот же Ярославль, Кострому и так далее, Нижний Новгород. И так как большой реки в городе нет, то нужно огромное внимание уделять малым рекам – Лыбиде и Трубежу. Это может стать дополнительным ключом к решению проблем с благоустройством, с красотой, с набережными, с красивыми видовыми точками. Вообще, это та самая изюминка – две реки Лыбидь и Трубеж, которые придадут нашему городу еще больше очарования, неповторимости, оригинальности. В настоящее время река сильно обмелела и загрязнена. Какого-либо хозяйственного значения не имеет. Ширина на поверхности не более трех метров. В честь реки в городе названы две городские улицы и обширный Лыбидский бульвар, под которым сегодня и протекает река. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».